Ну, Реутов, ну, Колобок, ото всех ушёл, к аграриям пришёл. Бумаги по кредиту на металлургической. Дробинин будет через десять минут. Хорошо. Да, Андрей, а я ведь на этот самый завод оборудование уже закупал. Да? Да, дай Бог памяти, тридцать, тридцать пять лет назад я тогда только в министерство пришёл. А теперь вот тебе на этот самый завод кредит даю. Да. Летит время. Я тогда такой же был, как ты. Энергичный, азартный, только пыли с под копыт. Да вы и сейчас вон как глаз горело, особенно когда проценты обсуждали. Нет, сейчас твоё время. Да. А мы что, мы старики уже. Ну, старый конь, как говорится, борозды не портит, а? Да. Ага. Ну, ну, с Богом. С Богом. А наш брич не отменяется. Ни в коем случае. Всё моё. Боря, распиши. Ага. Андрюша, выйдем на минуточку? Андрюша, у тебя всё в порядке? Да. В общем, да. Только собака сдохла. Какая собака? Та, которая мясо обьилась. А, это когда конюшня сгорела? Это ты меня бородатыми анекдотами не корми. Не хочешь, не говори. Извините, Павел Павлович, извини. Доктор порадовал десятью днями. То есть? Сказал, осталось десять дней жизни. Да. Ну, и хорошенькие же у тебя новости. То-то, я смотрю, ты сам не свой. Я уже оклемался. Я уже оклемался. Странно. Другому бы сказали, он за сердце и брык. А я нет. Привычка дурная мыслить рационально. Вот он, я. А вроде меня уже и нет. Нет, подожди, подожди. Ты ему веришь? Ну, как не верить? Личный врач. И тем не менее. Нужно пройти дополнительное обследование. Да, я поеду к моему доктору. В Швейцарию. Поеду. Ну, в Швейцарии это хорошо. А знаешь что? Давай-ка мой врач еще тебя посмотрит, а? Диагноз с Божьей милостью. Угу. Человека лечит черное-то чего? Он посмотрит, правильный диагноз поставит. И глядишь, через месяц человек как козлик прыгает. Хорошо. Завтра заскочу. Да не заскочу, а чтоб был как штык. Или может заехать за тобой? Да ну. Я же не маленький. Завтра буду. Обязательно буду. А к уукциону готов? Да. Купим завод. Ну, а дальше под ваше доверительное управление. Ну, а там уж как-нибудь без меня. Не спеши, не спеши. Еще успеешь. Успеешь. Говорят, Реутов деньги ищет под какую-то крупную сделку. Павел Павлович, на воду дуешь. Я встречал многоуважаемого Михаила Дмитриевича. И что? Две недели тому назад. И что же? В аграрии подался. Да что ты? Все теперь его интересы исключительно связаны с сельским хозяйством. Что ты говоришь? Ну, хорошо. Значит, у моего доктора завтра в девять утра. Договорились. Алло, Павел Павлович, Торопинин. А-а-а. Здорово. Не разбудил? Ты что, шутишь? Выбирать-то повременишь? Нужно увидеться. Получается, что, кроме как с вами, мне не с кем обсудить одну проблемку. Ну, давай. Жду. Спасибо. Сейчас буду. Павел Павлович, к вам пришли. А-а-а. Привет. Ух ты, батюшки. Смотри-ка, помнят. Пусть таки просто сувенир. Ну, ну. Павел 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 Пав Ах! Значит, свалил твой мистушин за кордон. Вопрос не в том, что свалил. Почему не предупредил? Ты знаешь, Андрюша, что-то от всей этой истории гнильцой потягивает. Да, скорее всего, это подстава. Но кто? Зачем? Кому потребовалось убедить меня в том, что я… Я скоро умру. Какой смысл? Я не застрелюсь, я не повешусь. Павел Павлович, вы ради Бога извините, что я сваливаю на вас все это. Вы единственный человек. Так получилось. Ладно, хватит извиняться. Ты лучше скажи, что ты собираешься делать? Расследовать. Понятно. Но интересно, как? Ну, слава Богу, у меня есть служба безопасности. Ну, разумеется. Хотя, если это подстава, то никому доверять нельзя. Пока не выяснится. Вот-вот. Может, нанять частный сыск? Полагаешь? Нет. Если можно нанять, значит, можно перенанять. Вот именно. Ну, что прикажете делать? Жихарев. Жихарев? Кто такой Жихарев? Ну, если можно так выразиться, специалист по нештатным ситуациям. А его нельзя перенанять? Нет. Ну, бросьте. Так не бывает. Ну, во-первых, материальный вопрос мы с ним давным-давно решили. А во-вторых, он сам себя считает моим должником. Вечным должником. Вы что, его от смерти спасли? Если хочешь. Я его спас от мучительной смерти. Спас и отпустил. А через месяц он сам ко мне пришел и доложил, что на меня готовится покушение. Назвал время, место, имя заказчика. И все подтвердилось. Через какое-то время он снова пришел ко мне и сказал, что один из моих помощников работает на конкурентов. И опять подтвердилось. Я напрягся. И стали выяснять, кто такой Жихарев. И вы выяснили, что он сидел в тюрьме, потом влип и убил. Нет, нет, Андрюша, ничего такого не выяснилось. А что же? А ничего. Нет такого Жихарева и все. Ну, так не бывает. Нет, то есть сам он, конечно, есть. Но за ним нет ничего. Не участвовал, не привлекался, не состоял. И так далее, и так далее, и так далее. Что он? Такой пес-самурай? Да вот что-то самурайское здесь присутствует. И вы доверяете этому человеку? Эх, Андрюша, поскольку сейчас доверять практически вообще никому невозможно, то я считаю, что это даже упрощает ситуацию. За все годы, что он у меня работает, если можно так сказать, он ни разу меня не подвел, а дважды спас меня от верной смерти. Съезди к нему, а? Да, только осторожно. Знаешь, мне кажется, что он какой-то странный, этот Жихарев. У него что-то с психикой непросто. Он что, идиот? Ну, может быть. Но у этого идиота IQ 160. И он в уме перемножает пятизначные числа. А чего же тогда опасаться? Вот ты во время разговора все время ходишь, не дай тебе, Господь, оказаться случайно у него за спиной. Ну? У него рефлекс. Такой рефлекс у большинства оперативников. Андрюша, я тебя врал когда-нибудь? Никогда. Я своими глазами видел, как Жихарев один без оружия уложил пятерых парней из ОМОНа. Только потому, что автоматчик случайно оказался у него за спиной. Съезди к нему. Он золотой мужик. Съезди. Павел Павлович, это некто Доробинин. Помните такого? Смутно. Поздравляю тебя, Андрей. От всей души поздравляю. Спасибо. Знаешь, я всегда в тебя верил. Все равно ты большой молодец. От вас вдвойне приятно это слышать всегда. Отмечать-то будешь? А как же. Позвать не забудь. Обижаете, обижаете. Еще раз поздравляю тебя, Андрей. Спасибо. Давай, работай. Спасибо.